Почему женщинам нужно просить у мужчин? Мужчина тратит ресурс, тратит силы, каждую секунду посылать хочет больше взять. Это жёсткая борьба, война. А где есть диалог, где есть принятие, где есть как... Почему женщинам нужно просить у мужчин? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем перейдём мы к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и смотри это видео до конца. Да, я понимаю, что название видео, вступление, наверное, у некоторых вызвало такой шок и даже такое немножко раздражение. А что это должна просить? А что это женщины должны просить? А что это так вообще, что это за тема такого видео? Но прежде чем мы перейдём дальше, я хочу озвучить, что просить нужно изменить отношение к этому слову, к отношению к этому термину. И когда я говорю просить у мужчин, это не значит, что нужно быть попрошайкой или, знаете, из позиции снизу вверх, нужно что-то, знаете, выпрашивать, умолять, как голодная собачка. Просить это значит уметь озвучивать свои желания. Женщина, которая умеет просить у мужчин, это та женщина, которая умеет озвучивать свои желания. И почему это важно? Да, потому что когда мужчина влюблён, очарован, безусловно, кажется, что он читает твои мысли. Кажется, что он не просто читает твои мысли. Кажется, ты ещё не успела подумать, а он уже знает. Кажется, ты ещё должна была подумать о каком-то желании только на следующий день, а он уже предугадал твоё желание и уже что-то для тебя сделал. И это всё приятно и классно. И кажется, что так будет дальше. Кажется, вот сейчас мы ещё поставим штамп в паспорте. Кажется, вот я ему сейчас рожу одного-двух деточек, как мы мечтаем, и вообще всё будет ещё лучше. И не смущает даже статистика разводов. Кажется, это у них там разводы, это у них там ссоры. И не важно, что даже было в прошлом. Кажется, у нас будет по-другому. У нас сейчас особый случай. Почему? Потому что я это чувствую и часто происходит. Да, поймите, когда есть эйфория, вот эта очарованность, всё само собой происходит. Но дальше, если мы говорим про нормальные отношения, одна из функций нормального мужчины – это создавать результаты во внешнем мире. И для того, чтобы создавать, невозможно создавать результаты во внешнем мире, не сталкиваясь со стрессами, не сталкиваясь со сложностями, не сталкиваясь с некой болью моральной и аморальной. И когда я сталкиваюсь со стрессами, понимаете, мужчина не может быть одновременно романтичен и победителем во внешнем мире. Потому что там мужчина тратит ресурс, тратит силы, и он как бы возвращается к женщине истощенный, понимаете? И когда он истощенный, он не может задумываться о желаниях. И именно поэтому одна из причин – нужно уметь разговаривать с мужчиной, уметь вести диалог и уметь озвучивать свои желания. Это не значит, что в смысле, вот я прямо сейчас хочу это, а ну быстренько мне это принести. Это значит, просто задай себе вопрос. А вот у меня в отношениях с мужчиной, которые сейчас, или в отношениях, которые были прошлые, мужчина знал о моих желаниях. Как относился мужчина к моим желаниям? Или я о них замалчивала, и как только я о них говорил, и меня за них критиковали. Или наоборот, у меня было много желаний, и мужчина меня обвинял в том, что я слишком много хотела. Подумай прямо сейчас, как происходит или происходило у тебя. Следующий момент. Женщина, которая задалась целью уметь озвучивать свои желания мужчине, она должна понимать, что, скорее всего, ей нужно для этого проработать свои старые ограничения, комплексы и проблемы. То есть, в детстве нам говорили, купи губозакаточную машинку, много хочешь, мало получишь. Нас, в принципе, большинство в детстве отбили желание мечтать, хотеть, желать, стремиться к чему-то большему. Я сейчас не говорю про всех, но я говорю про большинство, про большинство детей постсоветского пространства. И поэтому, если ты сейчас задалась целью научиться мужчинам озвучивать свои желания, скорее всего, ты столкнешься с задачей, одной из задач по отношению к себе, проработать свои ограничения, проработать свои рамки, проработать свое, так называемое, нищебродство. Нищебродство – это про наши ограничения. Следующая задача, с которой ты столкнешься, наверное, ты поймешь, что не прокатит просто так просить и озвучивать свои желания, каждую секунду посылать мужчине в мост свои желания. Наверное, ты поймешь, что для того, чтобы мои желания исполнялись, для того, чтобы мои желания были услышаны мужчиной, мне что нужно соблюдать? Да, мне нужно соблюдать закон «брать-отдавать». И не получится играть в одни ворота. И часто, когда женщина перегибает палку, часто она от мужчин слышит, ты корыстная или тебе нужно только одно, ты какая-то материально заинтересована. Это когда, почему такие слова она слышит? Потому что она хочет больше взять и меньше дать. То есть у нее не соблюден баланс. Может, она это делает не специально, может, она даже прямо сейчас смотрит это видео и думает, а как же соблюдать? Ой, какая новость, а я не знала. И зачастую, что мы тоже увидим, что желание больше брать, забирать и мало отдавать, или вообще не давать, это тоже от страха. Это тоже в прошлом есть какая-то более обида, которая сейчас меня заставляет как мыслить? Мир как бы не очень справедливый, и лучше будет он несправедливый в мою пользу. Если он несправедливый когда-то был ко мне, сейчас пускай я буду забирать, и лучше он будет несправедлив по отношению к другим, чем несправедливый по отношению ко мне. И часто, опять же, этим движет, вот этим мышлением, стремлением больше забирать, чем отдавать, мыслит, движет страхи, движет какая-то боль в прошлом непроработанная. Следующий момент, если ты захочешь научиться просить, озвучивать свои желания, еще при этом не просто это озвучить, а еще чтобы и получать что-то, ты столкнешься с тем, что тебе нужно также научиться создавать отношения, взаимоотношения с мужчинами, в которых есть близость и открытость. Что такое близость и открытость? Это, конечно же, в том числе там, где я могу озвучивать свои желания. Это так называемое безопасное пространство, где мы с партнером можем быть настоящими, где я могу поделиться своими переживаниями, где я могу поделиться своими страхами, своими целями, своими намерениями, и там, где я не буду осужден, оскорблен и так далее. Это, знаете, вот идеальное детство это какое? Это когда ребенок возвращается домой, и он понимает, что каким бы я ни был, меня дома любят и принимают таким, какой я есть. Не важно, какую оценку принесу со школы, не важно, как я одет, не важно, какие у меня идеи сейчас, в моем, например, 12-летнем возрасте. Я точно понимаю, что дом, моя семья, мои родители, это то пространство, где меня любят и принимают таким, какой я есть. И это очень классный фундамент для здоровой личности, для здорового взрослого человека. Конечно же, большинство из нас и мечтать о таком фундаменте не могли. И это так же и в отношениях. Это когда ты создаешь такие отношения с мужчиной, в которых и ты возвращаешься, и ты понимаешь, что тебя принимают такой, какая ты есть. И мужчина во взаимодействии с тобой, он тоже может себе это позволить. И тогда, понимаешь, в таких отношениях я что могу? Я могу сказать, слушай, дорогая, а я хочу вот это. И если у нас есть близость и открытость, что бы я ни сказал, ты мне не будешь критиковать, ты будешь вести дело, и сказать, о, дорогой, спасибо тебе, что ты поделился своим прекрасным желанием, намерением, но ты знаешь, прямо сейчас я тебе этого дать не могу, давай подумаем как-то. Ну, то есть, понимаешь, где нет вот каких-то жесткой борьбы, войны, а где есть диалог, где есть принятие, где есть какое-то нахождение общих решений, и без войны, без ущемлений друг друга. И тогда в таких отношениях ты не будешь бояться просить, ты не будешь бояться озвучивать свои желания. И более того, я говорю, что я учу, да, мы учим на путь женщины просить, как правильно взаимодействовать с мужчиной, как правильно у него просить, ну вот технически, эмоционально, ментально, технически, как в каких ситуациях, как реагировать. Но я сразу же говорю, что послушай, тебе это нужно просто научиться. Но пойми, что фундаментально, когда у тебя будут классные отношения выстроенные, тебе даже не нужно, тебе будет достаточно просто заикнуться. Тебе будет достаточно просто спокойно сказать, что, дорогой, мне бы хотелось вот это, мне бы хотелось вот то. И более того, скажу, что нормальные мужчины, прокачанные мужчины, достойные мужчины, они и хотят этого от женщины. Они хотят, чтобы женщина была одним из векторов, ну вот, одной из его мотиваций делать ее счастливой. Потому что, поверь, успешные мужчины не так много моментов его делают счастливым, если по-честному. Да, ну давай подумаем, что вот у него уже есть много денег. А что, еще больше денег его сделать счастливым? Да нет, у него уже есть много денег. Наркотики его сделать счастливыми? Очередной секс? Или что? Или там экстремальный вид спорта, которому он увлекается? Ну, по сути, не так много, даже если перечислить. Не так много пунктиков можно перечислить. И поэтому одно из, это то, когда он понимает, что делая женщину счастливее, мужчины становятся счастливыми. Да, это не по... Я понимаю, что сейчас посыпется шквал в комментариях, скажешь, Ярослав, да что ты рассказываешь, какой-то миф про мужчин. Мужчины сейчас не такие. Я понимаю, что если ты в жизни не встречала таких мужчин, тебе кажется, что я придумываю сказки. Тебе кажется, что я придумываю какую-то информацию про инопланетян. Да, ведь если я инопланетян не видел, я в них не верю. Но послушай, у меня нет цели тебя обидеть, тебя оскорбить, обвинить. Моя задача смотивировать тебя, чтобы ты приняла решение, приняла решение стать лучше женщиной, в первую очередь для себя. Когда не обвинять кого-то, а пахать над собой, тогда все будет круто. Любящий мужчина не экстрасенс. Он не умеет читать мысли, он не умеет угадывать желания. Более того, ты хочешь, чтобы он на что время тратил? На угадывание желаний? На разгадывание твоих загадок? Или же он тратил время, на больше энергии вкладывал в достижение в внешнем мире и в качественное проведение времени вместе с своей семьей, вместе, если еще семьи нет, и в отношениях с тобой. Чего ты хочешь? И мне кажется, первые два пункта, которые действительно должен делать мужчина, это первое, еще раз я повторю, простите, сотый раз, достигать результата во внешнем мире, и второй, качественно проводить время со своей семьей. Конечно же, я сейчас не беру в учет заниматься здоровьем и так далее. Если тебе важно еще больше прокачаться как женщина, хочешь разобраться, как перезагружать непонятные отношения, может быть сейчас отношения плохие, и как же там перезагрузить их? Может быть ты сейчас одна, и хочешь привлечь в свою жизнь достойного мужчину и не ошибиться с выбором? Может быть ты хочешь создавать классные отношения долгосрочно, чтобы они длились не только какой-то период классно, а столько, сколько ты сама захочешь. Именно это мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал и задавай твои вопросы для будущих видео в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!